Он из тех, чью фамилию нельзя называть, но имя можно. Олег в силовых органах вот уже два десятилетия. Больше половины этого времени служит в отделе специального назначения «Мангуст», которому в этом году исполнилось 30 лет. За годы службы выезжал на боевые задания на Кавказ, в Карачаево-Черкесию, Чечню и Дагестан. Мечта детства была, кто-то о чем мечтает, космонавтом стать или еще. Я с детства к этому стремился. Отслужив в армии, пошел в подразделение структуры МВД, потом отучился заочно и уже сюда пришел на офицерскую должность. Делаю именно то, что нужную работу, нужную стране, нужную людям. Вот именно это привлекает, то, что я занимаюсь тем, что настоящая мужская работа. В основном, конечно, это Северный Кавказ. Мы начинали туда ездить с 1994 года, с Первой войны. Дагестан, Вторая война. Соответственно, мы уезжали в свое время на охранничество ДТЧП, когда после кучи в 1991 году. Есть достаточное количество опытных сотрудников, которые могут чему-то научить, подсказать. Но и в то же время есть достаточное количество молодых, которые все это впитывают, у которых есть желание, горят глаза, и они с удовольствием проходят службу. У истоков самарского спецназа стоит товарищ Сухов. Таким позывным за почти полувековую службу обзавелся Владимир Солощев. Он еще в детстве мечтал о профессии силовика, тайком от родителей тягал гири. Повзрослев, стал обладателем коричневого пояса по карате. Владимир понял, что свою силу можно применять во благо, к примеру, защищать свою родину. Тогда, в начале 90-х, спецназ держался на энтузиазме, рассказывает боец. Не было такого оружия, как сейчас, и люди, которые шли работать, еще сами не до конца понимали, в какую профессию идут. Спецназ – это не просто ношение формы, это не просто брецкание оружиями, это образ жизни. Нужно жить зимой, летом, весной и осенью, в любое время дня и ночи. Свистнули, ты встал, и жена уже знает, возможно, ты и не придешь. Вот это образ жизни. Молодежь это видит, на это смотрит, и пытаемся это привить, чтобы это было для подражания, чтобы каждый мужчина в нашей Российской Федерации, он знал, что служить родине – это хорошо и это правильно. Для детей сотрудников организовали показательные выступления спецназа с элементами рукопашного боя и тактической подготовки. Организовали выставку оружия и фотозону защитной амуницией. На площадке работали пневматический тир и пылевая кухня. Мария Левина, Николай Епифанов. События. 1994-й годы.